Попробует эти чувства продемонстрировать. Сергей Аралкин! Берегите друг друга, мальчики! Говорит она, корчится от боли, немножко блюет мне под ноги и быстренько отбрасывает коньки. То есть отдаёт Богу душу. Но мне-то от этого не легче, как думаете? Она там себе что-то говорит, потом быстренько сваливает на тот свет, а моя жизнь после этого идёт наперекосяк. Это нормально, вы считаете? Ещё два дня назад я журналист, пиар-менеджер по имени Владимир, по фамилии Ларенков, плюнет, отчасти гурман, эстет. И вообще человек, живущий в своё удовольствие, ни о чём подобном и думать не мог. Зарабатывал себе на жизнь, причём по нашим меркам роскошную. Дурака валял в газетах-то на выборах, напивался в ночных клубах на посинение и писал рассказы. А теперь Оксана, моя кричо-любимая супруга, лежит на этой идиотского вида каталке, как будто нельзя их делать поближе, головой примерно на уровне моего паха. Вот забавно. И говорит, берегите друг друга, мальчики. Ага, говорю я, треплю её по руке, вроде бы успокаиваю, только мне, сами понимаете, неспокоено, потому что полчаса назад она родила. Причём, как все не очень талантливые люди, делала это долго и неумело. Больше суток мучилась, и теперь её везут в очередную бойню, где все эти маньяки в обычных с ветерах и джинсах, напяленных под белыми халатами, уже пощёлкивают своими ножницами. «Его зовут Матвей», добавляет она. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать её, и вижу, что глаза у Оксаны всегда ярко-зелёные, стали холоднее. Медсёстры, рыдая, главврач утирает сопли, а её рожайшая мамаша стоит в углу с опящим свёртком в руках. «Это стало быть мой сын». Смотрит на меня в ожидании. Мамаша ждёт, расплачет я, наконец. Ксюша тихо выдыхает. «Обещаешь?» «Конечно!» Говорю я. Прослышав, что же я там должен выполнить, всё будет так, как ты захочешь. В глазах у Оксаны тревог. Она знает. Я знаю. Мы оба знаем, что для меня пообещать и не выполнить, как по пальцу облезать. Мои ноги чуть-чуть выдыхают. Я надеюсь, что всё обойтись. Я склоняю голову на бок, пытаюсь понять, чего больше в моём нежелании смерти Оксаны? Конформизма? Ну, потому что я привык, и мне так удобно. Или действительно нежелание её смерти? Сколько помню, она всегда была вторым номером в нашей паре. Ведомая. Безмолвная почитательница своего мужа. Сколько помню, всегда смотрела мне в рот. Неудивительно, что умирать ей пришлось первой. Что бы ни случилось, ты будешь воспитывать его. Ты и никому его не отдашь. Обещаешь, спрашивает она, изредка вздыхая. И только сейчас я понимаю, что ей больно. Ей чертовски больно. Она бледная вся, мать боже. Не сходи с ума. Запаниковав, я начинаю подталкивать каталку, как рацион, хотя нам ждать ещё 4 минуты. Не сходи с ума, ты сумасшедшая. Только попробуй мне здесь. Обещаешь. Или спрашиваю. обещая, кивая, я только попробуй мне здесь. Она отворачивается от меня. Гладит свёрток, которые принесла мамаша. Сверток оклушительный. Я бы сказал пронзительно. Молчит. А как же крики? Писки? Они же должны сдавать разные слуги. Разве нет? Очередной приступ паранойи прививает меня к моей же вспотевшей коже. И я говорю. Эй, мамаша, вы уверены, что всё делаете правильно? Он же молчит. Он дышит. Эй, вы. Одним полускачком, полупрыжком, я огибаю каталку и оказываюсь после свёртка. Всё. Порядки. Он дышит. Только тихо-тихо. Чтобы убедиться в этом, мне приходится задержать дыхание и увидеть, как поднимается и опускается его тщедушная кровь. Я отворачиваюсь, снова поворачиваюсь, как Саня, чтобы расширить её грубой шуткой. Только попробуй мне здесь умереть с тобой в жизни и никогда разговаривать. После этого не стану. И понимаю, что это станет первым обещанием, которое я должен выполнить наверняка. она не дышит. Даже до операционной не доехала. С перекошенным лицом тёща тянет руки к свёртку. Но что-то во мне вдруг срабатывает. Наверное, всё-таки необходимость выполнять какие-то обещания перед женой и отворачивать. И в это время мальчик совершенно отчётливо говорит, именно говорит и кричит. Сначала обгляделшись вокруг себя спокойно, чуть укоризненным взглядом, а потом уставившись мне в лицо, спокойно и уверенно и подводит итог и говорит. Эй-эй-эй. Да, Боже, хочется сказать, мне ты совершенно прав. не с отцом, не с миром, который ты попал на этот раз, тебе не очень-то повезло, если честно. Наверное, тебе повезло только с матерью. Да и с ней не повезло, раз она умерла через час после такого рождения. Эй-эй-эй-эй. Интересно. Он совсем уж разочаровался. Эй-эй-эй. Эй-эй-эй. Не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Моралович